Мы продолжаем изучение Таня из самого начала, мы уже в 6 главе, и будем дальше обсуждать вопрос клепот. Зачем вообще обсуждать клепот? Хочется и весело обсуждать только божественность, добро, правильно, красиво, святость. Зачем нам заниматься клепот? Мы занимаемся клепот, потому что, есть такая поговорка, не занимаешься политикой, политика займется с тобой. То есть, если мы будем положить голову в песок, как страус, и говорить, что у нас все вокруг хорошо, то это не поможет, это детское решение. Понимать, кто они такие, где они такие, и как с ними справиться, это поможет в жизни. Поэтому, следующий абзац до конца в нашей главе 6, и после этого, если доберемся на этот урок, это будет очень хорошо, начало 7 главе, объясняется нам, какие клепот и где они занимались в своих позициях. То есть, когда начинается война, есть начальная война, начальная позиция. Где все остановились? До начала войны, где находился кто? Вот отсюда и дальше боремся. То есть, где находится граница? Начало войны, когда нас пустили в жизни и сказали нам, фас, начинаем играть. Элло, мы находимся в 64-е странице, последняя строка, однако, на русского версия, на русскоязычной версии. Элло, ша клипоис, нехелокеис, лишь тема дрегис. Клипес, клипот, они разденены на двух частей, в общем, двух частей. Это ниже другая, одна ниже другая. Заметьте, что когда в Хасидут говорят, идет речь о святости, всегда будет выражение, это выше другой, одна выше другая. Когда мы говорим о клипот, ниже одна, ниже другая. Потому что мы говорим о низком. Низком мы спускаемся сверху вниз. С святостами мы поднимаемся с нижей вверх. Поэтому мы начинаем с одна и ниже нее другая. А Мадрегу Атахтайно самыми низкая уровень в клипот и шолош клипосатмейс. Три уровень, три вида клипот. Какие три? Был очень-очень интересный пророк. Он считается после Моше второй по уровню достижений пророчества. У пророки были уровни, с какого часть, какого мира, духовного мира, они получили своих по отчеству. Вы уже учили Хасидут. И понимаете, что мира целут никто не видел. Моисей, которого считается самый великий праведник, написано, что он находился в мир Брия и взглянул сквозь нее в мир Ацелут. Но в мир Ацелут он никогда не зашел. Это невозможно. Сотворенный человек не может. Это невозможно. Пророк Ехаскел получил в своем пророчество в мир Брия. И поэтому у него очень интересное пророчество. Он рассказывает, как при вступлении к его пророчеству, где он встречал Бога, который передал ему пророчество. И он написывает Божественный трон. То, что называется Кисыгаковейд. Божественный трон. И он описывает тому, что было там под троном. Носили трон. Четыре фигуры. Фигура человек, орел, дыка и лев. И много-много описания. Часть из них он рассказывает о три элемента, которые присутствовали вокруг этого. Как он называет это? Три элемента. Руах с ого. Шторм. Штормовой витр. Вон он годы. И огромное или жесткое облако. Есть еще один элемент, который связан с огнем. Вообще, простые комментаторы в Торе. Мы знаем, что есть глубокая часть и открытая часть. Написано, что это была часть пророчества, которая рассказана уже о бешенстве. У нас было три. Мы находимся сейчас в Трите. Была после первых. Первая египетская. А потом было разрушение первого храма. А потом с разрушения третьего храма. И она была смена. С другого. Сверхдержава. И это символирует этих трех царств, которые захватили Иерусалим и выгнали еврейского народа в беженство. Я очень извиняюсь. Вы сказали, что третий был храм. Второй храм был? Второй. Третий еще не был. Второй. Я расширился. Извините. А в Кабале объясняется, что этих трех элементов – это характер, виды клепот. Три виды клепот. И в коротком называется это в Кабале – три виды клепот. Гимель клипос от меис. Три клепот – нечистота. А что с ними? Это виды клепот. Тотальная. Не допускают мысли о принадлежности, о стремлении к Богу. Они занимаются полным эгоизмом только собой. Не допускают. И поэтому они называются нечистота. Мы уже учили в начале этого главе. Что такое святость? Чувство не чувствовать свое «я» и быть в полное подчинение перед Богом. Это одно и то же. Когда я в полное подчинение божественности всевышнему, то я не чувствую свое «я». А этих трех клепот полностью, тотально противоречимо. Они чувствуют только себя, тотальный эгоизм и никакого желания быть под влияние всевышнему. Мы уже говорили, они не могут идти против. Они соответствуются всевышнему. Они знают правду. Как Вилам, который говорил, я не могу нарушать закон всевышнему. Не могу, но хочется. Они хотят волю себе, волю себе. Не быть подчинением Богу. И поэтому, иначе, они не чувствуются и не чувствуются. Они производители. От них исходят. Нефошес, кол, ум, исф, дегилулим, в киум гуфом. Души. Всех неевреев. И их телесная жизнь. Мы уже говорили об этом. Не хочу повторять урок. Когда мы говорили долго. В первой главе Таня. По поводу разницы между евреями и неевреями. И что это не дай Бог, не унижение. Мы не говорим, что они какие-то плохие. Это вопрос. Речь идет о предназначении. Неевреев. Предназначение неевреев. Жить как правильный человек. От них не требуется даже полный осмысл понимания о едином Боге. Не верить в другим Богам. Да. Но не более чем. И не надо им полное подчинение перед Всевышним. Это им не надо. Это им не надо. Естественно. Их душа и их тела. Достаточно им уровень. Три вида клепота. Достаточно. Но они отсюда. Венефошаис. Коль בעлей хаим. Атмеим. Ваасурим. Ваахила. И души всех животных некошерного вида, которые запрещены нам, есть их. Веки ум рупо. И их. И апеспечения. И препровление. Их тела. Веки ум вахайус. Коль маахолис асурис ма Цеймиях. Кמו ойрло. Векилаа. Керем. Кמו и шекосов. Вецеха. Амешар. Меметест. Парагвов. Так же. Душ. Существование и оживление. Там нет душа. Существование и оживление. Любой вид продукт. Да? Растительный продукт. Который запрещено с ее проявлением. С ее проявлением. Подчелкиваю. Не потому, что мы вели себя неправильно с ним. А с его проявлением. Например, как орла и келеакер. Что такое орла и келеакер? Когда высаживают новое дерево, есть спор между мудрецов, если это касается и за границей, или только в территории Израиля. Сейчас будем говорить о территории Израиля, где там нет спор вообще. Когда высаживают дерево в территории Израиля, новое дерево, лимоновое дерево, цитрусное дерево, виноградное дерево, не кустарь, дерево. То первые три года фрукт, который растет, если растет, если растет фрукт, запрещено пропитывать его. Запрещено не только кушать его, а вообще торговать им. Торговать нельзя. Их выбрасывают на мусор, прям выбрасывают и не получают от них никакого пользы. Так как хамец в Песах. Запрещено. В четвертый год, когда храм был построен, надо было собрать все плоды земли, которые росли в дерево, идти с ним в Иерусалим, или сам поесть, или угощать другими, или, если боялись, что продукты будут испортиться, то продавать и нести этих деньги в Иерусалим. И там пользоваться им. Получить удовольствие от них в Иерусалим. Поскольку это невозможно делать сейчас. Поэтому и четвертый год из рампы выбрасывается. Это называется Орла. Орла – это три первые года. Это запрещенные фрукты. Запрещенные. Поэтому они запрещены с их проявлением. Это не запрет, потому что я что-то приносил это в идолопоклонничество. Потому что так росли. Такое у них начало жизни. Вот они принадлежат три вида иклипот. Икли-э-акерем. Это когда высаживали виноградники совместно с пшеницей в одну и ту же яму. Запрещено. Вот все, что растет сейчас, будет запрещено. Точка. Все. Не важно, сколько времени. Запрещено. Вот поэтому с видом растительный мир, единственный, это вот такие виды запрещенные фрукты. С самого рождения их, они принадлежат три вида иклипот. Вахен ки-юм вахают. Существование и оживление. Коль хаммасе. Дибур и Махшова. Все дела, действия, речей и мыслей. Шел коль шасса лойсасе. От всех шассот 368 запрещенных заповеде. Ви анфе-ген. Их. И того, что исстекает от них. Кому шенисбор шамсо в пшеник. Они принадлежат тоже гиммэл. Три вида иклипот. То есть, давай еще раз изучай. Давай еще раз подумай. Кто может принадлежить Три вида иклипот? Земля принадлежит три вида иклипот? Нет. Вода принадлежит три вида иклипот? Нет. Любой фрукт Может принадлежит три вида иклипот? Нет. Если он не запрещен с рождения. А кто принадлежит? Принадлежит физической жизни и душа неевреи по той соображению, о которой мы говорили. Животные запрещенные нам есть. Поэтому они запрещенные. Поэтому они запрещенные. Потому что они иклипот. Это означает, что их нельзя менять. То есть, покушаю я их и буду потом учить торм с ними, не поможет. Они там. Они принадлежат Три иклипот. Я не могу их спасать. Это значит, что я не могу их менять. Не могу. Запрещенные фрукты и самовырождение, самовыгостение и поступки евреи, которые делят грехов. А? Действия, речь и мысль. и мысль. Можете представить? Мы можем разуложить какой-то другой в Три иклипот? Нет, только мы. Мы можем бесконечно порождать разные Три иклипоты. Нееврей не может. Нееврей может только делать лучше. Нееврей, который действует правильно, он становится автоматичный праведник. Если он делает плохого, ничего не происходит. Его это погашают. Почему? Он такой. От него ничего не надо. А если я делаю что-то неправильно, я добавляю силу в Три иклипот. Я не остановлюсь. Сразу и будем читать следующий апсалат, потому что очень важно, очень интересно. и надо что наш мир наполен клепот. Будем сегодня чуть-чуть заниматься этим вопросом. Неевреи могут попасть кстати в мете по пастора. Мы говорили об этом уже в первой главе. Я сказал, что я не хочу начинать заново вернуть к той урок, который был длинный. Я посвятил целый урок по поводу неевреев. Я считаю, что нельзя. Поэтому я подчелкивал. Я напоминаю о том, что это ни в коем случае никакой-то дискриминации и унижения неевреев. Это просто в Совершенной не делал лишнее ничего. Что ожидается от тебя, тех данных ты получил. Мы же не обижаемся. почему боксер получил такое крепкое тело. Он стал боксером, потому что у него такое тело. У меня не такое тело, поэтому я не боксер. Просто не боксер. И крепко такое тело нет. Даже тех, которые стремились. Не получилось и все. То есть не рожден такой. Нет такой телесной данной. Нет. Мы не обижаемся на то, что все вишня дал нам. Вот так да. Все вишня не делает ничего лишнего. Все вишня не делает ничего лишнего. Он не даровал не евреи божественная душа она им просто не нужна. С сопровождением с божественной душой идет 613 заповедей. Так же как им не надо их и не надо это. Их тела должны соответствовать их задаче. Их задача быть правильными людьми. Правильными людьми. Все вы поняли заповеди ног. Правильно говорят. 7 заповедей ног. 7 заповедей ног. Короче 7 заповедей ног. Короче и поэтому у них такое тело которое соответствующее это и душа которое соответствующее что например не включается например не думать о себя зачем им это взять пусть подумают о себя чего не думают о себя и ради себя это нормальный человек должен думать о себя это мы ненормальные не они норм мы должны меньше думать о себя потому что от нас требовали 613 заповедей у нас выход нет если бы думали только о себе не сошлось не пошло поэтому мы говорим о раю да у них есть рай у них есть рай у них есть вознаграждение как надо по поводу оживление из мертвых не знаю не сейчас тема это другой да дальше сразу по идем нас ивмой к логе парк заин Ах, Также души, животные кошерного вида, рыбы кошерного вида, которые разрешено нам есть. Их душа, они получают от клепат нога. Их души, животные кошерного вида, рыбы кошерного вида, рыбы кошерного вида, которые разрешено нам есть. Их душу, животные кошерные кошерного вида, рыбы кошерного вида. И любое действие речи и мысли, и его оживление и существование, который нужен нам в жизни, который не принадлежит запрещающий закон из 365 запрещающего закона. Все они принадлежат клепатного. Мы говорили, что такое клепатного. Это четвертый вид клепа. Это клепа с аномалией. У нее есть маленькая аномалия. Она не совсем только себя чувствует. Она не абсолютно эгоистична. Она пропускает мысль, что не она одна живет в жизни. Вот эта аномалия позволяет все принадлежавшие ей пропускать мысли, что есть Бога. Да, теперь вопрос. В моей голове нет соответствия происходит сейчас. Значит, получается, чистые животные, как мы сейчас тут изучили, высли хорошие, правильные, действие. Источниками являются клепатного. Там, где смешанное, да? Вроде, вы, где исчезли, садовая. А души не евреев источником являются нечистки клепатного. Значит, животные, получается, чистые животные, у них получается источник души выше, если я правильно понимаю, чем источник души его не являет. Я что-то неправильно понял, или я правильно как-то рассылаю? Правильно понял, и это часть вопроса, которые надо задавать. Правильный вопрос. Очень правильный вопрос. Я надеюсь, что услышали в записи. Я скажу другой вопрос, который мы начнем глубже рассмотреть. Если вы заметили, есть тут интересное и точно не ошибочное. Когда он говорит о неевреев и о некошелных видах животных, он подчелкивает, что их душа и их тела. Когда он говорит о евреи, он говорит о душу. Животная душа евреев, а тело нас, наши тела где? То нет тела. Когда он говорит о корове, кашельного, кашельного вид животных, он говорит о их душах, о теле, что? Кому они принадлежат? Корове. Почему так? Почему? В чем разница? Почему он не пишет, кому принадлежит их тела? Наши тела. И действительно, это не вопрос вообще. Любой, который учился в Хасидуа, знает, что тела евреев принадлежат. Клепать много? Не вопрос. Как материал. И так же самое тела всекошельного вида? Клепать много принадлежат. Чего не упоминается. И правильно ты задавал вопрос. В чем неевреев? И дай Бог говорить так вообще сравнение, сравнение такого не говорить. В чем неевреев? Так виноваты, что они хуже кошельного вида животных? И дай Бог такого сказать, что это же люди. Надо напоминать. Мы говорили об этом еще в первой главе. Я хочу это повторить. Это очень важно понимать. Дмут Адам. Которое написано в главе Берашид. Что в Савишне говорит, да будем делать человек подобен нас. Это не о евреях. Это не о евреях. Это о всех. О всех. Это не божественная душа только. Это все виды души. Все. Человеческие души. Это дмут с одом. Это очень важная вещь. Он, конечно, выше любого животного. Как такого можно говорить? И здесь есть очень интересное объяснение у Ребе. Очень длинное, очень серьезное. Объяснение у Ребе, которое надо действительно основательно понять. И это поможет нам понять в дальнейшей главе. В двух главе. В седьмой и восьмой. Для того, чтобы сотворить мир, Всевышний пользуется, мы знаем, что мир каждый день, каждую секунду, Всевышний его оживляется. Для того, чтобы мир будет существовать, Всевышний пользовался двух сил. В легкий перевод это называется бесконечность, святость, бесконечная святость. И ограниченная сила святости. Бесконечность То есть, или как это написано в Кабалах, кешем, шиешлой койах бели гвуль, так же, как у Всевышний есть силу в бесконечность, как ישлой койах бегвуль, так же у него есть силу в ограничении. Это тоже божественная сила. В хасидут они называются этих двух сил соевер колалмин, окружающий всех миров, мемалек колалмин, спускается, объединяется со всех миров. Почему эти двух сил так важны? Почему они нужны? Бесконечность если мы возьмем в сравнение, в хасидут написано притчу о короле. Почему корол? Почему? Потому что любого политика он ограничен власть народ. Но, тем не менее, нам, не живущим во время монархия, это не совсем понять. Поэтому дам простой пример, хотя не совсем правильный, некорректный. Представь себе, что президент страны принимает решение, дано ему власть, например, в Штатах, где есть приказ президента. Приказ президента, который обходит даже Сенат. Обходит Сенат. И он дает приказ, что завтра мы должны начинать строить магистрал сначала Соединенные Штаты и до конца Соединенных Штатов за год. Понял правила без утверждения в Сенат, без выделения бюджета в Сенат, без назначения специалистов, без проектировщиков, без всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего-всего. Ну и только президент сказал, завтра рабочие пришли на место и начали строить по их знаниям. Что это там было? Ничего. Ну просто не было. Это ничего. Ничего не было. Просто не было. Это невозможно. Конечно, в Савишне это по-другому. В Савишне захотел бы было. О малко о культуру. Сага сказал цар Савишнему и вырвали горя. Гора вырвана. Ну Савишне сказал, так и стал. Понятно, что так. Но Савишне так не хотел. Он не хотел, что так будет. Савишне хотел налаживать логический связь сотворенной. Это называется порядок спуска. Почему? Потому что мы потом можем подняться к нему вверх. Если было просто такой сказал встало, посередине была пропасть. Ничего. Мы туда не пошли. Поэтому есть мемалекулами. Что такое мемалекулами? это спускается по ступенке. Президент сказал, что надо строить дорогу. Пошли в Сенат обсуждения. Там есть земельные какие-то права, там есть законы, которые надо починить по военное время, по граждански кодексу, по бюджетам. Надо искать деньги, надо понять где, надо может взять какие-то кредиты. А потом есть проектировщики, выходят на тендер, что не будет коррупция, находят проектировщик, который рисует, может быть, ее режут на 20 частей, потом есть или 20 или 50 или 500, потом и так далее, и так далее. целая, целая. А что происходит в конечном итоге? Дорога. Дорога. Всевышний хотел мир какой? Такой, как есть. Если Всевышний сказал добудь и стало, был один из двух, то ли он просто не пропускал себе суда и соответственно нам не было никак попасть к нему, то есть, не, не было, была, но мы были пустили от божественности, мы не приняли, потому что один из двух, если мы чувствовали сиротворца в сотворении, то мы были ангелем, если мы не чувствовали, мы вообще не чувствовали, вообще ничего. Я же сказал притчу, если президент сказал делайте дорогу, стала дорога, дорога не стала, должно быть какое-то порядок, это в обычной, когда мы говорим о божественности, представь себе, что самой святость священной сотворила мир, есть два варианта, или сотворить мир, и что мы увидим Творцу, тогда мы стали ангелем, а если не увидеть, и нету спуск, а просто сказали стало, то мы не увидели вообще ничего, потому что нет чуть-чуть, есть или максимально, или ничего, а середина нет, середина это работу мы мали, колон, спуск, а спуск нет, есть такая в книге в книге Зуара сказано, не в книге Зуара, в Кабале написано, что Абая и Рове, почему не книги Зуара, книги Зуара писала Рашбе, Рашбе Билтана, Абая и Рове жили в Вавилон, они были Мураим во время Тальмуда, это разные времени пространства, написано, что Абая и Рове учили книги Ецира, книги Ецира это книги первого человека на земле, которые там Адам пишет, как был сотворен мир, и они учили так усердно, и наверное они были еще большие праведники, что они в ошибках сотворили ягненок, Игненок вопрос, Игненок может учить Тальмуде понятия? Нет. Между него и Абая и Рове никакого связи нету. Чудо было, но это чудо, и то называется чудо. Нет связи, нет ступенек, нет у него шанс попасть в Бит и Рове он рожден им, да, но между них нет никакого связи, это нет связи. Когда все Вишна бы сказал да будет без целый ступеночный порядок, если бы хотел, чтобы мы увидели его, то мы были ангели, потому что увидели его, а если хотел, чтобы не увидеть его, а что мы бы увидели? Ничего не увидели, ничего, вообще ничего, и не было никакого путь смотреть, потому что он сказал ничего не видеть, чуть-чуть это вариант только спуска, а спуск нет, было чудо, Поэтому Всевышний сотворил целая система, которая называется Божественной сил ограничений, который воплощает через мемалы колами, соединяющиеся со всех миров. И его задача сотворить нас все, при этом пропустить усотворенный, который к этому соответствующий, допущение, что есть Бог. Допущение. Это все, что у нас есть. Есть виды сотворения, которые допущение не планировано. Не надо. Есть сотворения, которые допущение пропущено. Еще раз, под назначение. Животные некошерного вида, они и их тела не допускают Бога. Как это выглядит? Нельзя их приманить к чего-либо божественно. Нельзя. Кушать нельзя. Пользовать их кожей для того, что делает филин, нельзя. Делать от них мезузы, нельзя. Нельзя. Даже пчела, это не она. Это просто ее обработка, отходы. Ну, невозможно. Нельзя делать. То есть, Богом, то есть, часть их силы, божественная сила, которая в них есть, а в них точно есть, не допускается касания. Ее нельзя раскрывать. Раскрывать нельзя. Физические принадлежности неевреи не находятся по сравнению по стороне Тору. По стороне 613 заповедей. Это не касается к ним. Их задача быть правильным человеком. Не быть богослужителем. Бога служит этому совершенно другой. Это 613 заповедей, учений Тору. Не их. Не их. Им это не надо. Им есть достаточная душа для того, чтобы быть человеком. Но не быть Богом. Это разные вещи. Разные вещи. Поэтому, о них говорят тоже, что их душа и их тела принадлежат 3 вида клепот. По поводу кошерного вида еда, кошерного вида животных, это не только их душа. Их душа не принадлежит 3 вида клепот. Поэтому, и это главное, поэтому все можно делать с ними. Все можно делать. Главное, это душа. Душа не принадлежит клепот. Тело может быть вообще святой. Если я возьму кожу корова, я переворщу ее в святое тело. Тфилин. Это уже совершенно другое. Не ее душа. Душа животная останется, а животная душа. А тело может стать святой. Это означает, что она пропускает в себе больше святости. Она пропускает бесконечность церкви всевышнего. Того, что ни кошерные виды животные не пропустятся. Не могут пропускать. Евреи, когда он выполняет заповеди, его рука становится святой. Во время выполнения заповедей. Правда. Но может. Или праведник на уровень пророка Илья, у которого сам его тело стал ангел. Совершенно другой звук. Уровень совершенно другой. Поэтому тут не написано о телесной жизни. Есть вопрос? Да. А зачем они вообще созданы? Они кошерные животные, если я их никак не знаю. Ну и так далее. Если они никак не могут проявлять бесконечность церкви, то далее есть лужки. Это первозащит. Ангелные и кормили твои дыши животные. Ты только не спроси биологу, почему они сотворены. Он тебе даст лекции, что ты засыпаешься потихоньку. Животные миры – это не вопрос вообще. Вообще. Вообще не вопрос. Про неевреи. Потому что, первое, они нужны Богу. Во-вторых, это в том числе и испытания для евреев. В-третьих, это помочь евреям. Помочь. Это тоже предназначение. Дальше. Спасибо. Спасибо.